На этой учебной неделе мы будем говорить о написании письменных работ. В этой лекции мы обратим внимание на композицию письменной работы. Актуальность этой темы связана с тем, что академическое письмо по-прежнему остается основным видом речевой деятельности студента. Однако очень часто самостоятельное создание текста вызывает у студентов определенные трудности. При создании письменной работы студенты допускают разнообразные ошибки. Например, автор уходит за рамки темы, неоправданно расширяет или наоборот сужает ее. Об одних аспектах исследуемых проблемы написано слишком подробно, другие практически не раскрыты. Часто студенты отклоняются от темы или, сталкиваясь с трудностью завершения письма, начинают заканчивать изложением мысли слишком резко, без предложений мостиков. В результате текст получается некачественный, актуализированная тема не раскрыта и читатель не понимает, что же именно хотел сказать автор. Для того, чтобы избежать вышеназванных проблем и способствовать раскрытию избранной темы, студент должен уметь структурировать свою работу. Композиция письменной работы аналогична для большинства научных работ и должна выглядеть примерно следующим образом. Сначала идет титульная страница, после этого пункты содержания с желательным указанием страниц. Далее формируется введение, и после введения самая большая структурная единица работы – основная часть, которая разделяется на разделы, пункты и при необходимости подпункты. Далее располагаются выводы или заключения. Обязательной частью является список использованных источников. И в конце при необходимости располагают приложения или дополнения. Начнем рассмотрение композиции с титульной страницы письменной работы. Она содержит официальную информацию об авторе и самой работе. На титульной странице указано прежде всего название вашего учебного заведения. Далее следует название научной работы. Скорее всего это будет реферат с указанием дисциплины, по которой пишется данная работа. Под этим названием пишется название темы работы. Ниже и правее должна находиться информация о группе и специальности, а далее фамилия, имя, отчество студента. Еще ниже – фамилия, имя, отчество преподавателя или научного руководителя. Внизу по центру указывается город и год написания работы. По своему содержанию работа должна логически подразделяться на разделы и параграфы, пункты и подпункты. В серьезной работе план должен быть сложным, то есть иметь по крайней мере два уровня. Разделы работы, которые отмечаются римскими цифрами, и подразделы, которые отмечаются арабскими цифрами и располагаются под каждым разделом. Каждый раздел и подраздел должны иметь название. Названия разделов и подразделов плана должны точно дублироваться и в самой работе. Перейдем к подробному рассмотрению структурных элементов композиции работы. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, объясняются причины, почему именно эта тема вас заинтересовала. Здесь же определяется общая цель работы, которая достигается благодаря правильно поставленным конкретным задачам. В дипломных работах во введении также указываются методы исследования, а также кратко описывается состояние разработки темы. Скорее всего, и введение, и заключение придется переписывать. Окончательное введение и окончательное заключение не могут и не должны быть тождественны вашим первым наброскам. В противном случае это означало бы, что за время работы у вас не родилось ни одной новой идеи. Обычно между первой и последней версией работы существует большая разница. Назначение введения помочь читающему вникнуть в вашу работу. Иногда студенты шутят, утверждая, что назначение высококачественного введения сообщить преподавателю ровно столько, сколько нужно, чтобы он был удовлетворен и не стал читать саму работу. Введение помогает разграничить то, что помещается в фокусе вашей письменной научной работе, и то, что находится на периферии. Разграничивать эти вещи крайне важно, и не только для чистоты метода. Главное, на что обратят особенно строгое внимание, это то, что вы обозначили как суть. Требования же к второстепенному гораздо ниже. Материал, которым вы располагаете, поможет вам понять и решить, где же находится центр или фокус вашей работы. При написании основной части следует исходить из наиболее предпочтительной последовательности изложения основного текста письменной работы. Эта последовательность обычно выглядит следующим образом. В первом разделе излагаются общетеоретические основы освещаемой работы. Во втором разделе анализируются существующие практические пути решения освещаемой проблемы, как удачные и эффективные, так и неудачные и бесперспективные. В третьем разделе могут определяться предложения по совершенствованию пути решения проблемы соответствующим обоснованиям. Теперь несколько слов о заключении. Подходить к этой структурной части работы необходимо без излишних повторений одной и той же мысли. В противном случае автор может быть непонят читателем. Часто для того, чтобы подвести черту, бывает достаточно несколько фраз. В идеале они должны заключать в себе основную идею работы и завершаться высказыванием, которое поражает нас своей точностью или неожиданностью. Заключение должно быть выразительным и принадлежать автору. При этом в заключительной части письменной работы лучше никого не цитировать, а ограничиться собственными выводами. В конце письменной работы обычно помещают список использованных источников. Данный список должен быть оформлен с учетом всех требований к оформлению такого типа работ. Нельзя составлять список источников в спешке. Не стоит включать туда те книги, которые студент не прорабатывал. О том, как правильно оформлять список литературы, вы услышите в наших последующих лекциях. Таким образом, в этой лекции мы обговорили общие принципы композиции письменной работы.